В Новочебоксарске в следующем году откроется кордодром, продолжится реконструкция спорткомплекса, а сам город, возможно, получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Это и многое другое обсуждали сегодня в ходе рабочего визита в Реоглава Чувашии в Новочебоксарск. К кордодрому быть! Авиамодельный кружок в Центре развития творчества детей и юношества Новочебоксарска работает больше 30 лет, а обустроенного кордодрома у них до сих пор нет. Площадка была выбрана еще в 2012 году, тогда же началось строительство, но работы прервали судебные разбирательства с собственностью на землю. На разрешение вопроса понадобились годы. Наш Новочебоксарский авиамодельный клуб «Чайка» занимает призовые места и уже не первый год становится победителем-призером всероссийских соревнований по авиамоделированию. На сегодняшний день в кружке у нас занимается 75 детей. Такая площадка нам тоже очень нужна для того, чтобы попробовать силы и уже когда мы приезжаем на какие-то всероссийские соревнования, то есть понимать, на какой площадке ребята будут летать, необходимый диаметр, необходимая высота и так далее. Сейчас участок по праву принадлежит Центру творчества. По поручению Олега Николаева администрация Новочебоксарска определила подрядчика, который на этой неделе начнет работы на площадке. Деньги в размере 290 тысяч рублей выделила одно из предприятий города. Стоимость всего объекта около 8 миллионов. После того, как в этом году будут проведены подготовительные работы, мы на следующий год обязательно найдем возможности довести все предусмотренные проектом мероприятия, для того, чтобы на следующий год дети получили по-настоящему современный объект. Школа Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске – один из важнейших спортивных объектов не только города, но и республики. Инфраструктура позволяет проводить здесь соревнования, тренировочные сборы более чем по 35 видам спорта. Поэтапная реконструкция школы ведется с 2006 года. С тех пор отремонтировали 50-метровый бассейн, легкоатлетический манеж. Сейчас разработана проектно-сметная документация по утеплению фасада здания и ремонту четырехзального блока. Реконструкции ждет и гостиница для спортсменов. Общая стоимость проекта – 277 миллионов рублей. На этот год мы планируем буквально в ближайшее время закончить экспертизу проектно-сметной документации. Деньги в размере 135 миллионов рублей заложены в бюджет Чувашской республики на реализацию соответствующих строительно-монтажных работ. И, конечно же, после таких работ этот спортивный комплекс будет уже совершенно иной как по внешнему виду, так и по внутреннему оснащению. И, конечно, спортсмен получит совершенно иные условия для повышения своего профессионального мастерства. На химпроме в Рио главы Чувашии посмотрел производство гипохлорида кальция – широко распространенного реагента для обеззараживания и очистки воды и водопроводных сооружений. Оно было запущено в 2018 году. Сейчас здесь готовится площадка под производство 60-процентной перекиси водорода антрохиноновым методом. В России это пока единственное производство. Ее можно будет использовать в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, космической отраслях. Олег Николаев побывал и на новочебоксарской ТЭЦ-3. Компании исполнилось 55 лет. Она обеспечивает теплом и горячей водой весь город. На предприятии готовится к следующему отопительному сезону. Идет капитальный ремонт одного из котлоагрегатов. Все работы закончат в межотопительный сезон. Нами подана заявка на создание на территории города Новочебоксарска территории опережащего социально-экономического развития. Такие планы мы наметили в рамках реализации наших мероприятий по индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашской республики. И поэтому у нас такой шанс есть. И в принципе нам даже подтвердили, что в ближайшее время возможно уже будет утверждена наша заявка. Еще в Новочебоксарске в ближайшие годы может появиться индустриальный парк. Уже известны 8 резидентов, которые готовы инвестировать в новые производства в городе, отметил Олег Николаев. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.